Приветствую вас! На самом деле все просто. Вы подавляете свое детское состояние, подавляете свои желания, постоянно их пытаетесь побороть, как и свой страх. И дети в данном случае вами воспринимаются как угроза, потому что, ну а как? Как? По-другому. Ведь дети они такие живые, дети они такие естественные, они такие непосредственные, да? И в то же время вы человек, который зажатый, пытается следовать правилам, излишне пытается следовать правилам. Человек, который думает только о том, чтобы сделать все правильно, а человек, который, скорее всего, скорее всего, боится ошибиться. Вот. Естественно, что вы боитесь детей, потому что дети напоминают вам о том, кем являетесь вы. Но вы это в себе неприемности запрещаете в себе это. И отсюда, ясное дело, возникает страх. Вот. Соответственно, ничего подавлять вам не нужно. Именно подавлять не нужно. Вам нужно, наоборот, не подавлять, а напротив, раскрывать то, что вы чувствуете, то, что вы хотите. Вот. И через раскрытие этого, да? Через раскрытие обретать заново себя, самого. Вот. Возможно, вы пересмотрите свою позицию, возможно, вы пересмотрите свое желание учиться на воспитателя в результате этого. Вот. Кто знает, может быть, так все будет. Вот. Но, в любом случае, перемены какие-то могут быть. Перемены не просто могут быть, они будут, эти перемены. Вот. Вопрос заключается в том, насколько вы хотите этих перемен. Вопрос заключается в том, насколько они вам нужны и важны, эти перемены. Вот. То есть, готовы ли вы реально менять что-то в своей жизни. Вот. Когда вы говорите, что хотите побороть страх свой, да? Вы говорите, что я хочу подавить. Подавить свои желания. Ну, вы говорите. Так. Ну, логично, что если вы учитесь на воспитателя, да? И боитесь детей, что на воспитателя учиться не надо. Но вы учитесь на воспитателя. Либо вы хотите взаимодействовать с детьми, и это проектированное ваше желание доиграть без ребенком. Либо вас заставляют, и вы не можете сказать нет. Что, по сути, определяет все то же самое. Подавление своих собственных желаний, неуверенными в себе. Вот. И страх оценки. Страх осуждения, может быть. Вот. И так далее. Но все это в общем и целом корректируется. Вот. Все это в общем и целом раскрывается. Вот. И все это исправляется. Вот. Вот. Поэтому... Я предлагаю вам... Рассмотреть... Вариант... Работая с психологом... ...эээ... ...эээ... ...для того, чтобы... ...скорректировать... ...свою позицию, для того, чтобы скорректировать то, что для вас... ...важно. Вот. И исходя из этого уже... ...что-то делать. На этом все. Надеюсь, что... ...помог вам. Если вам понравился... ...мой ответ. Буду благодарен, если вы... ...сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы... ...пишите в личку. Буду рад помочь. Желаю вам всего... ...самого доброго. И удачи. ПОДПИСЬ! Пока. ПОДПИСЫВ. Пока. Продолжение следует...